Сейчас это место больше напоминает свалку. Вокруг мусора, кирпичи, а земля рыхлая и буквально уходит из-под ног. Деревянные дома номер 70 и 72 на улице Свободы снесли еще зимой. На их месте быстро образовалась стихийная парковка. Свои машины оставляют посетители областной детской клинической больницы. А вот в перспективе территория станет сквером и арт-площадкой под открытым небом. С такой инициативой выступил Музей истории молодежного движения. Около 3000 квадратных метров. Площадь уникальна тем, что здесь сохранились деревья реликтовые от старых усадеб, которые здесь располагались в Прозоровых. Первый этап пройден. Руководству музея удалось добиться того, чтобы эту территорию вывели из зоны капитальной застройки и перевели в рекреационную. На очереди передача земли в безвозмездную собственность музея. Параллельно студенты Института культуры создают концепты будущего парка. Пять из них уже готовы. Еще одна в разработке. Вокруг него создается очень интересная рекреационная зона. Само дерево помещается в такой некий стеклянный саркофаг. И у всех была мечта иметь дом на дереве. Вот такое интересное воплощение дома на дереве. То есть, поднимаясь вокруг этого дерева, можно было совершать такое своеобразное путешествие со смотровой площадкой наверх, где можно было бы все это видеть. Среди задумок о создании уникальной ландшафтной зоны. Растения для нее остались в наследство от дендролога Прозорова, который здесь жил. Например, несколько сортов сирени и лиственницы. Планируется создание крупногабаритных арт-объектов в стиле конструктивизма, кубизма и супрематизма. Ведь именно этими направлениями занимается музей. А также снос старых конструкций. Ограду, которую вы видите, она построена не фундаментально, она будет сносена. То есть, будет открыт очень красивый вид, поскольку здесь холм. Вот здесь, где предполагается устроить кинотеатр молодежный на траве, он будет только закрыт теном. В репертуар войдут работы из программы фестиваля «Окраина», а также хроника музея. К слову, парковка здесь все же останется. Авторы понимают, что к важным социальным объектам должен быть удобный подъезд. Однако, пока это всего лишь планы. В текущем году должен быть объявлен конкурс на лучший проект. Сотрудники музея надеются, что в ближайшие пять лет его удастся воплотить в жизнь. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».